Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летопись». Сегодня 20 июня. В этот день в истории нашего Отечества. В 1471 году великий князь Московский Иван III с большим войском выступил в поход на Новгород. В 1839-м родился Константин Маковский, художник. В 1860-м в бухте Золотой Рог был основан военный пост Владивосток. В 1923-м родился Николай Еременко, старший, актер театра и кино. В 1927-м родился Вячеслав Котеночкин, кинорежиссер, мультипликатор. В 1932-м родился Роберт Рождественский, поэт. В 1934-м родился Юрий Висбор, поэт, композитор, журналист, сценарист. В 1939-м в Ленинграде был арестован режиссер Всеволод Мейрхольд. 20 июня 1471 года великий князь Московский Иван III с большим войском выступил в поход на Новгород. Во второй половине XV века в Новгороде организовалась группа бояр, выступавшая за союз с Литвой. На княжине новгородское правительство пригласило из Литвы сына киевского князя Михаила Алельковича. Затем новгородцы отправили своего кандидата на пост архиепископа, но не к московскому митрополиту, а к литовскому православному митрополиту, находившемуся в Киеве. Антимосковская политика боярского правительства Новгорода привела к резкому обострению отношений между двумя городами. Действия новгородцев были расценены в Москве как измена православия. Иван III принял решение организовать общерусский крестовый поход на Новгород. Религиозная окраска этого похода должна была сплотить всех его участников и заставить всех князей прислать свои войска на святое дело. Был продуман четкий план действий, согласно которому к Новгороду должны были подойти с запада и востока два сильных отряда, а с юга наносился главный удар под командованием самого Ивана III. Основной поход был назначен на лето, так как лесистая и болотистая местность вокруг Новгорода представляла серьезную преграду. Десятитысячный отряд под командованием князя Даниила Холмского и князя Федора Пестрова-Стародубского выступил в начале июня. Вскоре туда же двинулись со своими полками братья Ивана III, удельные князья Юрий и Борис. 20 июня главные силы московской рати выступили из Москвы и двинулись через Тверь и Торжок к южному берегу озера Ильмень. Первые дни войны прошли практически без боев. Москвичи захватывали города один за другим. В середине июля того же, 1471 года, новгородцы проиграли битву на реке Шелонь. После этого поражения новгородское правительство подписало договор, по которому Великий Новгород обязался не отступать от Москвы, не переходить под власть Литвы и заплатил великому князю большую денежную контрибуцию. 20 июня 1839 года родился Константин Маковский, будущий художник. Его отец был известным художественным деятелем Москвы, одним из учредителей натурного класса. Творческая атмосфера окружала будущего художника с самого детства. В 1861 году Маковский решил начать обучение в училище живописи и ваяния Московского художественного общества. Учился он весьма успешно, получая многочисленные награды и призы. В 1866 году Маковский окончил училище и был удостоен большой серебряной медали за картину «Литературное чтение». Продолжил свое образование в Академии художеств в Петербурге. Одним из лучших полотен в раннем творчестве Маковского можно по праву считать «Народное гулянье» во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге. Это подлинная галерея колоритных типов городских сословий. За это произведение Константин Егорович был удостоен звания профессора Академии художеств. Став членом знаменитой петербургской артели художников, которую возглавлял Иван Крамской, в 1870 году Маковский совместно с единомышленниками основал «Товарищество передвижных художественных выставок» и продолжил работать над картинами, посвященными повседневной жизни. В 1872-73 годах художник создал картину «Любители Соловьев», за которую был награжден первой премией Общества поощрения художеств и удостоен звания академика. Еще в ранний период художник писал портреты на заказ, а вскоре превратился в модного портретиста. Прозрачная подвижная фактура, красочность и внимание к красивому антуражу стали главными причинами небывалого успеха живописи Маковского. Поворотным моментом в творчестве художника можно считать путешествие в Египет и Сербию в середине 70-х годов XIX века. После этого события Маковский начал все больше склоняться к академизму в своем творчестве. В начале 1880-х годов состоялся окончательный разрыв Маковского с передвижниками. С этого момента он писал главным образом внешнеэффектные портреты и жанрово-исторические сцены. Художник начал устраивать персональные выставки своих произведений. В 1883 году он показал таким образом картину «Боярский свадебный пир в XVII столетии», за которой последовали выбор невесты царем Алексеем Михайловичем, смерть Ивана Грозного, одевание невесты к венцу, поцелуйный обряд. Благодаря обилию бытовых подробностей, антикварной красоте антуража, благородным цветам, приведенным в единство общим золотистым тоном, эти произведения пользовались неизменным успехом как в России, так и на международных выставках. 20 июня 1927 года в Москве родился Вячеслав Котеночкин, будущий кинорежиссер-мультипликатор. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году, окончив 7 классов, юноша поступил в артиллерийскую спецшколу, где проучился до 10 класса и где прошел военную подготовку. Оттуда он направился в противотанковое артиллерийское училище в Пензе. Увлечение рисованием и, по его собственному признанию, легкомысленная фамилия привели Котеночкина на студию «Союзмультфильм». В феврале 1947 года он был зачислен в штат студии художником. Широкую известность и симпатии зрителей получили такие мультфильмы, как «Аленький цветочек», «Лягушка-путешественница», «Необыкновенный матч» и «Многосерийный ну погоди». Этот мультфильм – плод коллективного творчества. Художником его был Светозар Русаков. Неповторимую походку «Волка» придумал и воплотил художник Виктор Лихачев. Многие замечательные сцены принадлежат художнику-аниматору Владимиру Крумину. Тогда авторы не думали о сериале, решив снять один фильм. Но после того, как его показали по телевидению, пришло очень много писем с просьбой продолжить мультипликационную историю. Много раз Вячеслав Михайлович порывался прекратить создание новых серий, но каждый раз отступал под напором зрителей, влюбленных в героев «Ну погоди». Создатели серий про «Волка» и «Зайца» не раз сталкивались с тогдашней цензурой, которая мучила авторов вопросом. Почему «Волк курит», плюется, чему учит детей этот мультфильм? «Волка» стал озвучивать Анатолий Попанов, которого потом прозвали заслуженным «Волком СССР». «Зайца» озвучивала Клара Румянова. В мультсериале звучат шлягеры тех лет, в которые создавалась та или иная серия. Их подбирал сам режиссер. В 1988 году «Волк и Зайц» из любимого всеми мультфильма принесли Котеночкину государственную премию СССР. Даже книгу мемуаров знаменитый режиссер назвал «Ну, Котеночкин, погоди». 20 июня 1932 года в семье военнослужащего в Алтайском крае родился Роберт Рождественский, будущий поэт. В девятилетнем возрасте Рождественский оказался в детском доме. Его родители ушли на фронт. С 1950 года Роберт учился на филологическом факультете Петрозаводского университета, а затем в литературном институте в Москве. Первый сборник стихотворений Рождественский выпустил в Петрозаводске в 1955 году. В нем поэту удалось органично сочетать высокую патетику и гражданственность с тонким лиризмом, а богатство ритмики с мелодичностью. Стихи Роберта Рождественского прекрасно передают дух той эпохи, особую неповторимую атмосферу оттепели 60-х годов XX века. В своих произведениях поэт сумел отразить основную черту, присущую поколению шестидесятников – жизнелюбие. В начале 60-х годов Роберт Иванович стал вторым секретарем Московской писательской организации. Ему нравилась эта работа из-за того, что он мог помогать людям. Он принимал активное участие в судьбе Владимира Высоцкого, который был невероятно популярен у поклонников, но совершенно не в чести у власти. Когда Владимир Семенович умер, он обошел немало инстанций, но добился разрешения издать книгу стихов Высоцкого. Составить книгу было непросто. Рождественский не раз говорил – ничего не получается, песни поются, а стихи не читаются. Он долго работал, прежде чем книга увидела свет. Перебрав множество вариантов, он решил назвать ее «Нерв». Рождественский много сил и времени отдал сохранению творческого наследия Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама. Ему удалось отстоять дом Цветаевой, а также добиться издания двухтомника Мандельштама. Среди разнообразного творчества Рождественского особенно стоит выделить поэмы. Поэма «Реквием», написанная в 1961 году, сразу получила широкую известность. В этом произведении, посвященном памяти погибших на фронтах Великой Отечественной войны, нашли отражение страдания и героизм военных лет. Среди лучших поэм Рождественского стоит отметить «Письмо в 30 век» и «Посвящение», написанное в 1969 году. Поэма рассказывает о подвиге Юрия Гагарина. Но всенародную известность Рождественский получил как поэт-песенник. Песни на его стихи были очень известны и популярны в 60-е, 70-е, 80-е годы. Их помнят и любят до сих пор. Во многих случаях песни писались для кинофильмов. Рождественский, работая над ними, вникал во все детали сценария, общался с режиссером, актерами, играющими в фильме, чтобы передать характер героя через песню. Последние стихи поэт написал незадолго до своего ухода. Он рассказал про свою болезнь, про то, как она изменила его жизнь, про то, что он должен оставить своих близких. Сборник вышел уже после смерти Роберта Рождественского. Поэт ушел, но осталась его замечательная поэзия. Вспоминаются строки, посвященные памяти композитора Арноба Баджаняна, которые можно отнести и к самому поэту. Вы не верьте в мою немоту, Даже если я вдруг упаду, Даже если уйду, То не в землю уйду, Я не в землю, а в песню уйду. Российская летопись Это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова